Всем большой привет из Берлина! С вами Елена. Вчера я выставила видео на своем YouTube-канале, но эта реакция моих родных просто меня повергла в шок. Я, в принципе, сама этого, как бы я, конечно, это ожидала, узнаю своих родных. И поэтому я его удалила, но не совсем уничтожила. Приду в себя, я его, может быть, выставлю снова. И поэтому я пришла к этому месту. Это русско-немецкий музей в Берлине. Посмотрите, флаги России сняты. Видите? Вот здесь вот стоит пикет. Полиция, я не буду ее уже снимать. И хочу сказать вам, мне просто, просто нет слов. Вчера что я получила от своих родных? Они меня не хотят знать. Я их опозорила. И они все в шоке. Им за меня стыдно. Моему брату стыдно за меня. Сыдно. Мои родственники, мои подруги, одноклассники и так далее. Все прямо они против меня. Против чего? Я что вчера сказала? Что я не поддерживаю политику. Ни России, ни Украины. Я за мир. Я не могу просто, когда бомбят города, и это чем-то, как бы сказать, оправдывает. Оправдывает, что придут американцы, так они должны защитить мир, мы должны защитить нашу братскую Украину от американцев. Иначе, как мне объяснили мои русские родственники, иначе они тогда захватят в плен их детей, детей российских. А то, что русские бомбы, ракеты убивают украинских детей, это как? Это как? У меня просто руки трясутся и сил нету. Это сказать? Это как? Это нормально? Вы посмотрите. Мы воевали за родину. Советский Союз был общей родиной. Вы понимаете, что выставляет там Тарас Бульбу, что 6 лет он там ходил на поклон к русскому царю. Вы понимаете? И Путин вспомнил Печенегов. Зачем жить в прошлом? Украина – это теперь отдельная страна. Все в мире меняется. Оставьте. Пусть они живут, как хотят. Но, во всяком случае, мы не можем вмешиваться в чужую страну. По-любому должен быть мир. По-любому должен быть мир. И в России, и в Украине. Я только за мир. Но я не просто так сюда пришла, к этому музею, чтобы здесь вам читать эту информацию. Я вчера сказала, что вот сидите на диване, а русские мальчишки гибнут. И в сынки, в гробах приходят. Мне сказали, а ты сама сидишь на диване? Как говорится, кто как обзывается, так и называется. Я поднялась с дивана. Но хочу сказать, что на диване я кричу только за мир. За мир любыми способами. Нельзя воевать. Кровь – это война. Это не оправдывает ничего. И поэтому я поднялась с дивана. И пришла сюда не просто так. Я хочу нести вклад в мир, в понимание. Может быть, моё видео хоть как-то поможет. Вот. Я иду с вами. Это народный германский радиоприёмник, который находился во многих домах Германии, во многих семьях простого народа немецкого. Тогда не было интернета, не было даже телевизоров. Но через этот радиоприёмник политики, государство промывало мозг своему населению. Буду говорить своими саламами. А что нужно простому человеку? Пришёл с работы, усталый, налил чашку кофе, чая. А здесь тебе новости про твою страну. Такие радиоприёмники с 1933 года находились в Германии, в немецких семьях. Итак, до 1939 года, до 2 сентября, промывались мозги. А сейчас я покажу другой стенд, почему я сегодня пришла. Вот эта брошюра, сейчас это поточнее сделаю, она была приготовлена к выставке «Советский рай». Дело в том, что промывались мозги через радио, но ещё и были выставки, которая состоялась 9 мая 1942 года в берлинском парке Люстгартен. Я позднее тут так с вами прогуляюсь. Она дискредитировала советское общество и устройство и должна была оправдать право немцев на жизненное пространство. То есть там были фотографии, где показывали российские избушки, сараи покошенные, как бедная живёт народ. На этой выставке, конечно, были люди, которые боролись с пропагандой. Это, например, Ербард Баум и очень многие другие. Я не буду сейчас вам показывать весь музей, всю экспозицию музея. У меня есть три видео. Я даже когда сейчас зашла, со мной уже поздоровались охранники. Меня уже знает директор музея. Я здесь провела неделю, чтобы показать вам все ужасы войны. сноску на видео. Кому будет интересно, я оставлю внизу под моим видео. Просто кликните на название и вы найдёте все сноски на видео, которые я делала по музею и другие мои видео, которые будут относиться к сегодняшней теме. А мы идём дальше. Вот что было на выставке в Люсгартене. Вот эти фотографии. Это соратники Герберта Баума, которые боролись против пропаганды, против войны Советского Союза и вообще против войны. Они пытались поджечь эту выставку, чтобы она не состояла, вся эта выставка, но всё это, как бы сказать, провалилось. И их всех заключили вот в эту тюрьму Берлин-Моабит. Вот такой памятник стоит патриотам, которые боролись против режима. Вот мы подошли к памятнику Герберту Бауму и его соратникам, который был установлен в 1981 году. Хотя события этих лет происходили в 1942. Все они погибли, но народ, видите, не забыл. Боролись они, как я напомню, с пропагандой. Ведь тогда, я как объясняла, просто громкость может быть планетая, я волнуюсь, не было интернета. Было вот это радио и были книги. Все мы знаем историю, что националисты, нацисты сжигали эти книги. То есть боролись со всеми источниками, которые могли как-то просветлить, как-то взыграть на разум народа. В России сейчас, с сегодняшнего дня отключены некоторые каналы РБК. Насколько я помню, телеканал Дождь и три канала, я сейчас не помню, какой третий. Чтобы, не дай бог, кто-то как-то стал просвещаться. Только пропаганда. Здесь была установлена эта выставка в Луфтгартене. Здесь стояли фотографии, были установлены с Хютой, я буду идти и рассказывать просто, с Хютой, с избушками, как живут бедные советские граждане. А ведь тогда 30-е годы еще были незабыты. Это был Голодомор. Если вы не помните, в России, как бы его не скрывали, но он был, он имеет место быть, это никак невозможно забыть. Были сироты, было очень много, беспризорников. И это все, все сыграло на руку пропагандистам. Сейчас это Соловьев, тогда это был Геббельс, Гитлер. И вот так они промыли мозг обычному простому немецкому народу. Поэтому, когда началась Великая Отечественная война, они напали на Советский Союз, они, как сейчас россияне думают, они освобождают Украину от нацистов. Такие немцы тогда тоже думали, что они освобождают и помогают россиянам выйти из нищеты. Вот с этих вот хюты, избушек. Хотя я живу, мои друзья, мои родственники, все из Кузбасса. Это большая часть, сейчас мы перейдем на ту сторону. Это большая часть, частный сектор во многих городах. Там до сих пор, знаете, эти хюты, избушки. Сами знаете, какая провинция Россия. Ну, это уже другая тема. Но, несмотря на это, избушки там. Неважно, что. Это родина была наша, советская родина. И какой бы ни пришел, какими бы намерениями он захватчик. Вы сами помните и знаете итог Великой Отечественной войны. Дрались до последнего. Гибли, но освобождали свою родину. То же самое сейчас сделает украинский народ. Дошли до Берлина. Все помним фильм «Взятие Берлина». Здесь тогда стоял другой дворец. Съемки фильма «Взятие Берлина» происходили на остатках разгромленного этого дворца. У меня есть видео, я все оставлю в сносках. Кому интересно, кликните на название. Чтобы кино было правдоподобно, все вот это взятие Берлина было на настоящем вот этом берлинском дворце. Его тогда домомбили, чтобы фильм был реалистичнее. И уже просто не стали восстанавливать. Убрали эти ГДР. Это ГДРовская была часть. Останки этого дворца. Еще в 2000-м, когда я приехала, здесь был фундамент, который напоминал, и показывали скорсоводы, что здесь был дворец. Сейчас здесь поставили дворец, он частично уже открыт. ГДР не было денег. В основном все это было панельное здание. Ничего особо не восстанавливалось. Все строили новое. Сейчас мы пройдемся на ту сторону. Эта площадь называется Люстгартен. Я ошибаюсь, назвав его по-другому. Я, когда говорю, я всегда волнуюсь. Сегодня, вчера, вообще в последнее вот это время, когда идет война, я волнуюсь еще больше, потому что все мои родные живут в Сибири. И как принято говорить, Сибирь как у Христа за пазухой. Все на месте, как бы, что бы там ни происходило, война на Украине, в Ираке. Жизнь идет своим чередом. Но они, может быть, и не понимают меня. Что я так волнуюсь, что тут такого уж происходит? Ну, война. И что? Они освобождают братский народ. Но сейчас, живя в Германии, а живу я уже 22 года, здесь у меня есть и подруги, и друзья, и родные, родные мужи живут и в Украине, и в России. И многих моих друзей живут их не родственники в Харькове, которые бомбят. Там сейчас нет электричества. На улице в февраль месяц. Люди сидят в метро, мерзнут. И у нас есть группа с девчонками, наша компания, где постоянно они рассказывают, что их не родственники, что происходит сейчас в Украине. И, читая это, вы понимаете, я не могу просто молчать. Я просто не могу молчать и быть в стороне. И считать, что ничего не изменилось. Я просто не могу. И мне не стыдно. Мои родственники, мне не стыдно, потому что я не за войну, я не за политиков, я за мир, я за прекращение войны. Мне единственное стыдно, что мои родственники поддерживают войну и ее оправдывают. Вот что мне стыдно. Так, я хотела пройти сквозь дворец, но здесь перекрыто. Идут строительные работы вовсю. К 23-му году они обещают его открыть полностью. Поэтому будем гулять по набережной. Так вот, я хочу сказать, не буду мешать им, что мне не стыдно, потому что я не делаю ничего, плохого. Я не поддерживаю кровь, я не поддерживаю смерть. Я поддерживаю только мир. Мир и еще раз мир. В любых ее проявлениях. Нельзя радоваться и оправдывать любые военные действия. Это неправильно. Это нечеловечно. И можете отрекаться от меня, можете считать меня как, но это мне все равно. Я надеюсь, что все-таки разум победит. И вы маленько отключите мозг от пропаганды и начнете уже сами понимать, что война – это кровь. Война – это смерть. Чужая смерть. Но это смерть. И она касается всех. Это просто нельзя. Нельзя войну поддержать ни в каких ее проявлениях, ни в каких. Нет никаких оправданий, кого вы там освобождаете, за какой вы там, я не знаю, кто вас там бомбит. Американцы. Американцы хотели бы, они давно уже вы заявали. То, что вы все многие говорите, чтобы я не забывала, что газ российский Германия покупает. Господи. Россия вот именно, вы забыли, она его покупает. Потом вы будете за копейки давать его Китаю. Так же Китай продаст сюда. Нет, это не проблема. Все это решится. А вот как это скажется на вас? Ведь в первую очередь вы сейчас многие зло радствуете. Ну, не летят самолеты. Ну, доллар там упал, еще что-то там. Это все это не было как бы, не были богатыми, нечем начинывать. Ну, первым ведь коснется это все простое население, простой народ. Те, кто не будут летать, они купят этот хлеб и купят все другие продукты. Будет тяжело, но выжить они смогут. Коснется простой народ. Вы одумайтесь, что такое война. Разве можно кликать в одноклассниках еще что-то или кричать везде и как-то это все оправдывать. я еще раз повторюсь против всякой политики. Я за мир. Я за мир. Я против войны. Я вас всех призываю включить разум. Я еще хотела немножко показать. Сейчас я дойду. Вот это Николай Фиртель, этот район. Я уже сейчас не пойду туда. Это ГДРовская часть. И все дома такие были, блочные. Никак особо не было. После того, как фильм сделали, дворец смесли и построили этот дворец. Я опять скажу, что это уже видео есть. Не буду повторяться. На этом я буду заканчивать свое видео. Всех благодарю за просмотр. Если не трудно, поставьте лайк. Этот лайк мне не нужен столько, а сколько, чтобы это видео увидели другие. Может быть, оно как-то повлияет, и они отключат свои мозги от пропаганды и начнут понимать, что война – это смерть. И что смерть не оправдывается. По-любому нужно быть всегда. За мир. За мир. Всем пока. Хочется еще добавить. Прошло 77 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но, несмотря на это время, для всех наших русскоязычных граждан, для всех жителей бывшего Советского Союза, немцы – фашисты. Мы часто так называем. Теперь все это поменялось. Теперь русский народ для украинцев стал фашистами. Вы понимаете, что наделала эта война? Какую ненависть она поселила в сердцах украинцев? Не будет вас. Фашистами останутся ваши дети, ваши внуки. Вы что наделали с этой войной? Зачем эта ненависть? Вы подумайте. Давайте будем все за мир. мотр hacia hoy Пого�� vorher vez�rando з освещ政府, авиакуSc compiled и во зап坂 half но та же работа за больница. Надо пос insbesondere темнойной травой позволяет услышать свой